МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагомбетова подписала новое постановление, в котором сообщается о разрешении на свободный выход населения из мест проживания, но с обязательным ношением маски. При этом данный пункт обязывает человека к обязательному исполнению. К нарушителям будет применяться административная ответственность. Также стоит отметить, в Алматинской области вводится трехдневный локдаун. В период с 31 июля по 2 августа приостановит работу целый ряд учреждений, в их числе объекты общепита и летники, за исключением онлайн-доставки. Не будут функционировать крытые продовольственные и непродовольственные рынки. Приостановят передвижение общественного транспорта и автовокзалов. Также ограничат передвижение по улицам Шевченко, Баржан-Сал, Акансара, Курманова и Кабанбай-Батыра. Разрешено передвигаться по городу. Продолжат работу супермаркеты, продуктовые магазины с 10 утра до 8 вечера. Мы закрываем все центральные рынки, все торговые дома. Будут работать только продовольственные магазины и продовольственные рынки на открытом воздухе. Вышли постановления в 17 районах и трех городах, соответствующие своей территориальной расположенностью. Кроме этого, касательно Курбан-Айта, есть изменения. Сейчас Курбан-Айт будет проводиться в режиме онлайн. В данное время в городе Талтыкурган это разрешено на территории спецсона. В Талтыкургане исчерпан дефицит лекарственных препаратов. На приобретение товара из областного бюджета было выделено 500 миллионов тенге. Средства помогли и аптекам областного центра. Напомним, с конца июня до середины июля наблюдалась острая нехватка противовирусных и жаропонижающих лекарств в аптеках Талтыкургана. О ситуации сейчас следующий материал. Фарм-рынок сейчас заполнен внушительным списком взаимозаменяющих препаратов. Допустим, если нет парацетамола или аспирина, есть немало других жаропонижающих и противовирусных препаратов. Потребность населения удовлетворена на 65-70%, говорят специалисты. Чтобы избежать дефицита и обеспечить из созданного запаса всех потребителей, сейчас в областном центре в одни руки лекарства отпускаются в ограниченном количестве. Город Талтыкурган является областным центром и нашими аптеками пользуются и жители близлежащих районов. Они тоже приезжают и здесь покупают лекарства. Поэтому какую-то там недостаточность можно наблюдать. Но в принципе сейчас поставки идут регулярные и положение по сравнению с первыми неделями июля сейчас значительно улучшилось. Большой ажиотаж, который держался три недели, был на фоне распространения пневмонии и коронавируса. Люди с излишком закупались препаратами. Аптеки оказались не готовы к такому развороту событий и запасы стали таять на глазах. Чтобы ситуация не повторилась, руководством области выделено 550 миллионов тенге. Благодаря этому удалось стабилизировать лекарство на обеспеченность региона. Поставкой занимается частная компания «Медсервис Плюс». Мы лекарства получаем с головного офиса, с головного склада, который находится под Алматой, раз в неделю. Развозим мы товар в аптечные учреждения города Талдыкурган ежедневно в районы, согласно графикам. Некоторые районы два раза в неделю посещаем и отправляем товар. Дальние районы один раз в неделю. В Талдыкургане действуют три крупных аптечных склада и 142 аптеки. Почти каждая точка обеспечена необходимыми средствами. В дефиците только аспирин, так как спрос на него держится до сих пор. На этот раз из-за периода заготовки и консервирования овощей на зиму. На данный момент у нас в городе ажиотаж уже спал. Нет такого столпотворения, как вы видите, возле аптек, как раньше было. Аспирина, парацетамола. В принципе, аспирин сейчас его нет, но заменяющие лекарства его достаточно найти в аптеках. Можно свободно на данный момент. Сам я вот недавно переболел тоже, но в принципе проблем с лекарством у меня не было. Контролируют соответственными органами и цены на лекарства. Проводятся постоянные рейды на наличие и стоимость товара, что помогает избежать стихийного повышения цен. Почти 10 миллиардов тенге выделено на отопительный сезон 2020-2021 годов. Средства будут использованы для закупки твердого топлива, мазута, дизельного топлива, керосина, а также на ремонт котлов и другие нужды. Об этом говорили на селекторном совещании под председательством первого заместителя Акима Алматинской области Лазата Турлашева. В отопительный сезон потреблялось население 1 миллион 340 тысяч тонн угля. На сегодня уже реализовано порядка 317 тысяч. Это 23%. Подготовка идет по плану, заверило руководство областного ЖКХ. Однако не обошлось без нареканий. В ряде районов и городов региона в недостаточном количестве или вовсе не завезен уголь. Это город Капшигай, Карасайский, Аксусский, Раимбекский и Уйгурские районы. Как и объяснили ответственные лица, завозить уголь раньше времени тоже нет смысла. Под воздействием солнечных лучей и дождя он теряет свои качества. Кроме того, говорили и о поставке мазута и дизельного топлива. Для социальных объектов необходимо около 25,5 тысяч тонн керосина. Потребность в мазуте 37 тысяч тонн. В целом работа проводится на должном уровне, отметил Лазат Турлашев. Однако подчеркнул, срывов быть не должно. Подготовка к отопительному сезону на особом контроле Аманды Кабаталова. С августа месяца начните поставку угля. Уже потихоньку нужно усиливать работу. Обязательно проверяйте качество завозимого твёрдого топлива. Оно должно быть соответствующим. Кроме того, решите вопрос поставка чёрного золота в отдалённые районы, где нет возможности доставить вагонами. Не должно быть завершения цен. Обязательно возьмите это под контроль. Отопительный сезон должен пройти без эксцессов. Фермеры Каратальского района теряют урожай. Убытки исчисляются миллионами. В причинах и путях решения проблемы разбирался Дамир Анитов. Такого у меня ещё никогда не было. Сетует руководитель крестьянского хозяйства Тимур Куйкбаев. Некогда успешный предприниматель, переживая трудные времена. В этом году он засеял 30 гектаров сахарной свёклы. 16 отвёл под сою и кукурузу. Однако собрать с этих полей урожай он уже и не надеется. Его губит засуха. Из-за нехватки воды всё высохло. Вот сами видите свеклу, вся высохла. Ну, с самой весны ночная где-то 5 миллион потратили. Но это всё входит туда. И пахота, и там бороны, посеялка, семена есть, гербицид есть. До сегодняшнего дня около 5 миллионов я уже туда вложил в эту землю. Сейчас вода приходит, но её уже долго нет поливать. Теперь только остаётся полить и скосить, скором скоту отдать. Разосадованные фермеры, рассказывают, прошлый год был урожайнее. С одного гектара сахарной свёклы собирали более 500 центнеров. Воды было предостаточно. В этом сезоне всё в точности, да наоборот. Аналогичная ситуация и у Жаната Укенова. Крестьянин на 13 гектарах посеял ячмень. Увы, пожинать плоды кропотливого труда ему не суждено. Всё так же из-за отсутствия полива и жаркой погоды. Ливни, прошедшие в регионе, накануне на ситуацию уже повлиять не могут. Собранное зерно не возместит затрат. Сейчас смысла есть поливать, нет, я не знаю, потому что всё подгорело. Просто затраты были большие, да. Семена дорогие, люцина, ячмень. И заодно сейчас зиму, да, не знаем, как в этом году зимовку провести. Здесь сена маловато. Покупать сено тоже сейчас дорогое, сено 850, деньги один тюк. По голове 300 голов, если есть, с расчёта там 30 килограмм на одну голову, если считать, это приличное сено понадобится. Правильно же? Если нам на 5 дней воду дадут, 3 дня вода только до нас доходит, за 2 дня, конечно, мы здесь все не польём, потому что здесь не я один сижу, здесь очень много хозяйства. Фермерам никто ущерб не возместит, говорят в Акимате. Однако меры уже предприняты. Специалисты заключили контракт с властями Коксуского района. Соседний регион будет поставлять 10 кубометров воды ежедневно. Этот год был трудным из-за низкого уровня воды в реке Каратав. Будем честны, таких же показателей, как в прошлом году, мы уже не сможем достичь. Однако самые перспективные виды культур мы, естественно, поливаем постоянно. В Акимате Коксуского района обещали, что ежедневно с 8 вечера до 4 утра они будут давать воду в наш канал. Это должно заметно улучшить ситуацию. 10 кубометров воды в сутки еще помогут довести до товарного вида кукурузу и свеклу. Сохранить зерновые культуры, скорее всего, уже не получится. Дамир Анитов, Ельдана Сарсембаева, Жаев Турманбаев, Телеканал ЖТСУ. Купить нельзя заготовить. Почти в 2,5 раза подорожала сена в Алматинской области. Нынешним летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владельцам частных подворьей стало не по карману содержание скота. Они бьют тревогу и делают нерадужные прогнозы. Севчане Алматинской области уверяют, еще в прошлом году стоимость одного тюка люцерны была на уровне 500 тенге. Нынешним летом цена этого объема самой питательной кормовой травы поднялась до отметки 1200 тенге. Владельцы частных подворьей гадают, смогут ли они прокормить скот или его лучше продать. В этом году содержать лошадей, вообще скот возле дома совершенно невыгодно. То, что мы затрачивали в прошлом году, допустим, 200 тысяч, 300 тысяч, в этом году приходится затратить миллион на содержание пяти лошадей. В прошлом году тюки были большие, такие плотные, хорошие тюки были. В этом году тюки стали делать меньше, легче. Естественно, качество это очень плохое. Из-за отсутствия дождей во многих районах области плохо взошли кормовые травы, утверждают владельцы крестьянских хозяйств Алматинской области. Главная водная артерия региона, река Каратал, сильно обмелела. Дебит воды снизился в два с половиной раза. Соответственно, ситуация с поливом сложилась критическая. Люцерна недостаточно полита. В некоторых местах даже по разу не было полито. Теперь, значит, луговые травы, там, где были сенокосы в горах, очень низкоурожайные. Те места, где мы в прошлом году могли косить и заготавливать сено, в этом году только для пасть бы годятся. Там смысла нету косить. Поэтому образовался определенный дефицит кормов. Это население чувствует. Решили заготавливать, закупать корма. А когда нету как обеспечения, есть большой спрос, естественно, цены поднимаются. По данным Управления сельского хозяйства Алматинской области, цены на сено меняются в зависимости от погоды. Так засушливые весна и лето привели к ажиотажу цен не только на сено, но и на комбинированные корма. Нужно выходить из положения, использовать подножный корм, пастбище, где-то неудобие, камышка косить. Мы, например, в этом году пшеничную солому раньше все раздрабили, выбрасывали на поле. В этом году в основном заготовили. Теперь, значит, неудобие, какие есть, мы их обкашиваем, заготавливаем, вывозим на зимовку скота. В свою очередь представители Управления сельского хозяйства поделились прогнозами по заготовке сена для хозяйств региона на предстоящий период. В этом году потребность Алматинской области в кормовых травах составляет порядка трех миллионов тонн. На сегодняшний день уже заготовлено около полутора миллиона тонн сена. На очереди еще третий и четвертый укос, а также жатва зерновых и переработка свеклы. Евгения Присяжная, Надир Хамзин, Телеканал ЖТСУ. Общественность Алматинской области и всей страны вновь скорбит о тяжелой утрате. Сегодня на 65-м году жизни скончался почетный архитектор Казахстана Акмарза Рустимбеков. Автор монумента «Астана-Байтирек» за неповторимый проект был удостоен золотой медали 10-го международного конкурса архитекторов страны СНГ. Акмарза Исаевич Рустимбеков родился 15 февраля 1956 года в поселке Кургалжон Акмолинской области. После окончания Алматинского архитектурно-строительного института работал в разных регионах страны. С 1996 по 1999 годы был вице-президентом Союза архитекторов Казахстана, а с 2000 года по сей день возглавлял Союз. Он оставил яркий след в архитектурном облике не только столицы, но и административного центра Алматинской области. Здание театра имени Бекен Римовой в новой части Талкургана, набережная реки Каратал, выполненные в красочном дизайнерском решении, стали визитными карточками города. Еще из новостей Республики. Ужесточить наказание за жестокое обращение с животными планируют в Казахстане, сообщает Хабар-24. 4 августа депутаты Можилиса вместе с представителями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов обсудят законопроект. Авторы документа считают, действующее наказание слишком мягким. Нередко хозяева бросают своих питомцев, надолго оставляют их без еды и воды, не предоставляют вовремя ветеринарную помощь. Кроме того, вызывают вопросы и проводимые в Республике собачьи бои, а также случаи жестоких условий содержания животных в цирках и некоторых зоопарках, пишут разработчики. Руководствуются они статистикой. Те, кто жестоко относится к животным, в пять раз чаще совершают преступления и в отношении человека. Закон повысит ответственность в этом вопросе, а также определит правила выгула и содержания животных. Начальник Сарасулского отдела полиции Жамбылской области Куаныш Беххожаев освобожден от занимаемой должности. За нарушение служебной этики, передает закон КИЗ. В интернете появилось видео, на котором полицейский дает подзатыльники и толкает подчиненных. В полиции Жамбылской области отреагировали на запись. Управлением собственной безопасности по данному факту проведено служебное расследование. За грубое нарушение служебной этики, начальник Сарасулского РОП Куаныш Беххожаев освобожден от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. Тысячи голодных обезьян терроризируют жителей Таиланда. Раньше их подкармливали туристы. Но в связи с пандемией коронавируса приезжих в городе нет. Обезьяны голодные. Они громят в витрины, выпрашивают и воруют продукты у людей, нападают на прохожих. А продавцы местных магазинов в связи с пандемией остались практически без работы. Тайцы говорят, что ситуация никогда не была такой плачевной. К тому же обезьяны стали нападать на местных жителей и кусать людей. Из-за этих происшествий местные власти стали вылавливать обезьян, чтобы ветеринары могли их стерилизовать. До августа планируется кастрировать 500 особей. США грозят вывести контингент из Германии, передает Евроньюз. Глава Пентагона в среду объявил о выводе 12 тысяч военнослужащих, объяснив решение стратегической необходимостью, в частности сдерживанием России. Как пояснил Марк Эспер, 6,5 тысяч человек вернутся в США, тогда как 5,5 тысяч будут расквартированы в других государствах НАТО, а именно в Бельгии и Италии. Буквально через несколько минут после окончания пресс-конференции президент США намекнул, что решение по Германии может быть пересмотрено, если Берлин согласится увеличить свою долю отчислений в бюджет НАТО. Многодетные матери из Кельдинского района оккупировали Акимат и филиал партии Нур-Утан. Они не могут получить социальную помощь в 50 тысяч тенге, которая положена малоимущим и многодетным семьям. Из 1037 граждан материальную поддержку получили только 737, оказавшись в безвыходной ситуации во время карантина. Собравшиеся требуют конкретных действий от властей. Те, в свою очередь, заверяют, что сейчас в фонде Безбергемес денежных средств нет, и выплаты будут осуществляться по мере их поступления согласно списку. Лично я в Нур-Утан прихожу уже в четвертый раз. Здесь утверждают, что я не подхожу ни по одной категории и вообще в списке не числюсь. Хотя я многодетная мать и имею полное право на эту сумму. Каждому приходу мне не говорят ничего конкретного и перенаправляют к разным специалистам. А бегать от одной двери к другой, когда на руках грудной ребенок, очень сложно. У меня четверо детей, так почему я не могу получить свои законные 50 тысяч? Главная проблема у нас – недостаток средств в фонде. Как только фонд пополнится, мы обязательно выплатим 50 тысяч тенге тем, кто в них нуждается, и тем, кто состоит в списке малоимущих и многодетных. Проблем с выдачей у нас нет. Перевод средств мы осуществляем и по почте, и через Каспи-приложение. Также отправляем деньги на лицевой счет. Единство народа. Более 350 активных волонтеров и меценатов не остались равнодушными к проблемам людей. Они решили на безвозмездной основе передать нуждающимся людям продукты, медицинские маски и аппараты ИВЛ для больниц. За участие в судьбах земляков в этот сложный период представители молодежных организаций области выразили благодарность от общественным деятелям, проведя поздравительную акцию. Аналогичные мероприятия были проведены в 17 районах и трех городах Алматинской области, где, включая Талдыкурган, зарегистрированы 2074 волонтера. Сегодняшнее мероприятие было организовано специально для наших меценатов, предпринимателей, которые в течение начала открытия года волонтеров, во время пандемии, во время карантина очень сильно активно поддерживали наше общество, занимались благотворительностью, то есть спонсировали проекты, спонсировали именно благотворительные акции. То есть благодаря этому мы помогли свыше 16 тысяч семьям продовольственными продуктами. То есть это все благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим неравнодушным людям в нашей области, нашего города. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова